Здорово, Эко! Микрофон от Зуберки, это второй видос из серии А стоит ли покупать это? Конкретно бандл и бандл с двумя танчиками Это прототип БМПТ Терминатор и это Экспедишн Ретан Как вы знаете, предыдущий ролик по бандлам я удалил, потому что... Ну, не удалил, закрыл для просмотра, потому что он был неверен Ну вот, в этом ролике я абсолютно уверен и, в принципе, прямо с порога хочу начать его хвалить Если вы ищете, в общем-то, легендарную машину прототип БМПТ и не менее легендарную тачку Экспедишн Ретан То вам придется потратить 1700 рублей на них Это дорого, я не спорю, но реально эти две машины очень и очень хороши Начать стоит с прототипа БМПТ Терминатора, который даже до недавнего ААПа был относительно неплохой тачкой Хоть меня все окружающие переубеждали Да, у прототипа сильно поменялась специализация Да, он теперь не такой, как раньше был То есть, если раньше это была тачка на шестом левеле, которая просто разуплотняла и уничтожала всех, кто ей попадался на пути Плюс вы еще одновременно уничтожали, ну, фактически детишечек Людей, которые плохо играют, которые еще не научились толком играть скиллово к шестому уровню Ну, как вы понимаете, на шестом уровне, ну, кто там, стелочи какие-то пасутся и все Там пара человек А так, в основном, туда доходят люди, которые играть толком не умеют Сейчас же прототип БМПТ переехал на восьмой левел И он встречает уже с куда более серьезными противниками раз Имеется в виду по танкам И с куда более серьезными противниками конкретно имеется по людям Потому что люди к восьмому уровню уже немножечко подучились В целом, прототип стал куда медленнее То есть, фактически, эта машина потеряла, ну, не собрать, где-то секунду полторы разгона Очень много динамики, очень сильно она теряет скорость на поворотах И термик стал эдаким неторопливым, достаточно неплохо бронированным, ну, полутяжиком, что ли Если раньше она была великолепна в плане подвижности, теперь нифига подобного Теперь это очень медленное, неторопливое создание Которое не догоняет ни БВМ, ни ЛТ, ни истребителей танков Ну, разве что вы БТ догоните Но уехать не успеете, если на вас кто-то попытается заехать При этом у нее переработали систему немножечко птуров По-прежнему вы можете кидаться птурами на ходу Но, однако, им подняли несколько альфу И теперь вы возите в рамках барабана, ну, порядка 2800 урона 2600-2800 В зависимости от того, насколько вы успешно будете в плане настрела При этом занервили, естественно, в говно автопушку, это понятно Ну, это общая тенденция для баланса 2.0 И, в принципе, что могло бы этот танк вытянуть из глубокой жопки? Ну, казалось бы, по мнению аудитории, что он пребывал в этой самой жопке А вытянуть его должно было невыдаемая башня Невыдаемую башню наконец-таки завезли И действительно она получает порядка 20% урона Вместо того, чтобы получать всю сотку Это безумно приятно Машина действительно стала куда более живучей И за счет высокой посадки В состоянии возиться в ближнем бою со всяческими ОБТ То есть вы подъезжаете в упор к ОБТ Он на вас толком пушку опустить не может Потому что, ну, у вас ВЛД плохо пробивается Вообще, в принципе, все, что связано с турелькой Особенно ее основанием Оно пробивается плохо ВЛД и турелька пробиваются достаточно плохо При этом в турельке по-прежнему есть БКшечки Две коробки с БК Ну и будьте уверены, что тремя ББхами вас туда подожгут Или, возможно, двумя кумулями В остальном же вы отыгрываете эдакую роль тяжика Носитесь, фактически Можете даже в клинч брать какого-нибудь танчика В том числе и ОБТ Потому что вы, ну, забиваете его тупо фугасами Вот видите, я сейчас фугаш у чувачка Нашел там небольшую зеленую зонку Туда накидывать действительно очень много То же самое я мог бы сделать с ним лоб в лоб Просто подпер бы его Постоянно давил бы на газ И тупо зафугашивал его в крышу башни Вышло бы прекрасно При этом, напомню, что теперь Ктуры вылетает из центра вашей турели Не из пусковых труп А именно из центра турели Так у всех в БМХ сейчас И поэтому вы можете себе позволить Даже в ближнем бою, даже в клинче Кидать, ну, достаточно точно И в комбашенку, и под башню И в другие уязвимые места В общем, машина крайне хорошо бронирована Может танковать башней В плане получения малого количества урона И реализации своего барабана ракет При этом, сразу скажу то, что ВВЛД у нее достаточно крепкий Турель автопушками пробивается крайне плохо Или вообще не берется Но пробивается достаточно уверенно Обычными ББХами крупнокалиберными Ну и, естественно, борта у вас По сравнению с БМПТ Полное дерьмо на самом деле Там нету никаких экранов классных, волшебных ДЗшных Они нихрена не отбивают Ракет вытерять будете достаточно много Это 100% За бой, я думаю, 5-10 ракет Минимум будут уходить в молоко Однако они относительно дешевые При этом машина, ну, фармит Как типичная восьмерка, на мой взгляд Где-то подсветит, где-то настреливает Я ее откатал за примерно 40 боев Боев в 5000 средухи Это далеко не нормальный результат, я считаю То есть я считаю, что я именно нароковал на ней Потому что у меня было 5500 И, ну, на мой взгляд, сейчас на этой тачке Можно катать примерно в 5500-6000 урона Она действительно доставляет Единственное, что в ней прям вот откровенно Минус-минус Это медленная скорость передвижения Хотя, с другой стороны, она суперманевренная И достаточно хорошо бронированная Переходим к Экспедишн Ританку Это вообще, на самом деле, легендарная тачуля И, вы знаете, она от перехода к балансу 2.0 Ничуть не пострадала Если бы МПТшка была нещадно покорана Покората, как хотите, так и называйте Так и коверкайте То вот эта машина избежала тотального нерфа Скорее прошла перебалансировку Что она сейчас из себя представляет? Это лучший по подвижности ЛТ в игре Я не шучу Это самый лучший ЛТ по подвижности Может быть, он не самый маневренный Но однозначно скорость передвижения по пересеченке И великолепные разгонные характеристики Делают эту машину супер Очень удачной, очень приятной Именно в плане передвижения При этом тачка оборудована нормальным Хоть и не топовым, далеко не топовым обзором Хорошим орудием Топовой маскировкой среди абсолютно всех ЛТ 0.435 больше просто тупо не бывает Ну и у нее Я даже не знаю У нее все хорошо получается То есть вы эдакий супер истребитель танков Лучше вас фактически с этим не справляется Никто в плане подсветить Пострелять И остаться непродамаженным Не забывайте, что нам сохранили все-таки Необитаемую башню Но не дали снижение урона в нее Она маленькая Она крайне удобная В нее очень тяжело попасть и выцелить Вот видите, я отыгрываю А64 АВ Хантера Прячусь И при этом Да, только что на шар его пробил Не знаю, как походу в крышу отделения управления попал То есть у машины получается маленькая башенка Хорошая подвижность Нормальное орудие Оно не самое лучшее у Стингрей на мой взгляд Лучшее Но благодаря хорошей стабилизации И увы, она в минус 12 градусов на все стороны Этот Ачуля отыгрывает исключительно приятно вкусно и нажористо То есть у вас в руках Такой, знаете Ну, истребитель танков, но без барабана У вас хороший ДПМ в 5 косарей У вас великолепная подвижность на уровне колесных машин У вас управляемость нагло лучше, чем у колесников УВНы Маскировка сумасшедшая просто Хороший обзор Не топовый 100% не топовый Самый лучший обзор на этом уровне Насколько я помню Среди ЛТ у ВФМки Не самый лучший обзор Но тем не менее, за счет подвижности и незаметности И хорошего орудия с прекрасными УВНами Эта Ачуля доставляет просто массу удовольствия Реально, это, наверное, один из любимейших моих танков в игре Что раньше, что сейчас Я бы строго рекомендовал всем купить эту Ачулю Кто более-менее смогает в геймплей ЛТ Пополам с геймплеем истребителей танков Потому что она может отыгрывать и как ЛТшка, заходя в борта И, соответственно, как ИТшка Просто тупо сидя в кустах И получая профит от настрела по противникам Который тебя не видит То есть фактически у вас незаметность Ну, как у того же самого Тайфуна 2 Но Тайфун машина все-таки своеобразная, согласитесь Хотя и весьма эффективная Единственное, что вас будет отличать В худшую сторону по сравнению с Тайфуном Чуть меньше ХП Подвижность у вас выше Пушка у вас чуть меньше По Альфе, но зато по ДПМу Плюс-минус такая же и чуть лучше И, что самое главное, ну, как мне показалось Здесь несколько больше светимость после выстрела В остальном, это Тачули ничем не хуже Чем Тайфунчик Тоже по-своему интересная Даже не знаю, что она лучше делает Или как истребитель танков Или как ЛТ, наверное, все-таки как истребитель танков Потому что вы одновременно и подсвечиваете И наносите урон, и остаетесь более-менее Целеньким благодаря маленькой башне Ну, согласитесь, ну как попасть реально в эту башню Которая размером, я не знаю, с коробку из-под микроволновки Ну, серьезно А вот вам, пожалуйста, неплохая точность Хорошая стабилизация, быстрое время сведения Я вообще не вижу смысла Эту тачку, вот эту конкретно тачку Оставлять не понерфленной Вот, на мой взгляд, она просто идеальная ЛТ У нее даже в ЛД немножко подтанковывает Что безумно приятно на самом деле Ну, согласитесь, что в рамках нового баланса Многие ЛТшки танкуют И вот этот танк не стал исключением Он действительно умеет потанковать в ЛД Это тоже периодически, скажем так, дает свои плюсики и бонусики Но что самое комичное У вас на бортах висят два экрана толщиной Ну, на скидку сантиметров по 8-10 И они, сука, танкуют иногда Они танкуют фугасы Они могут танкануть под большими достаточно углами кумуль И они могут танкануть под любыми абсолютно углами автопушки Нет, ну серьезно, эта хрень танкует бортами Вот, там, 8-сантиметровыми автопухи Как это работает, я не знаю Без понятия Ну, вот разработ... О, кстати, один ХП Ну, спасибо разработке Я их очень-очень люблю Буду подводить итог 1700 это дорого Ничуть не буду вам говорить, что это дешево Можно позволить любому чуваку Нет Это действительно дорого Но вот в этом бандле Я уверен на 100% за обе тачки Они действительно супер интересны Если, скажем так, БМПТ достаточно сильно перебалансился Прототип БМПТ И стал несколько другой машиной То вот эта тачуля осталась полностью в формате прошлых дней В формате баланса 2.0 Она действительно супер подвижна Супер комфортна в плане настрела И еще и теперь не светится И стреляет без проблем В общем, если нравится Если хотите себе поиметь эти две легенды То обязательно покупайте танчики И потом не говорите, что я вам не советовал На этом все Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих тачек Подписывайтесь Лайкайте И приходите еще Будет интересно